Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник сегодня адвокат Григорий Курзинер. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. Ну, несмотря на то, что у нас, как всегда, много громких политических и уголовных процессов, но есть все-таки и другие. Жизнь не стоит на месте, есть и другие, которые обращают на себя внимание. Может быть, не своей громкостью, но, скажем так, иногда и забавностью, и заковыристостью. Вот один недавний пример. Буквально молодая женщина встречалась с молодым мужчиной. Дело, по мнению мужчины, даже шло к свадьбе. Он одаривал свою возлюбленную дорогими подарками, а она его отвергла. Он обиделся и потребовал вернуть эти подарки, посчитав себя оскорбленным и обманутым, и даже сделал это через суд, подав иск против несостоявшейся супруги. Скажите, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, как выглядит эта ситуация? Потому что с обычной бытийской она выглядит просто как бы сюрреалистической, такой забавной. А вот с юридической дело дошло до суда. Ну, все, я считаю, что все очень легитимно. Давайте мы вернемся к тому, что в Израиле есть хокматана, это закон о подарках. О, как, даже впервые слышу. Да, есть такой закон, и там он небольшой, там несколько пунктов, но все четко прописано. Если вы получаете подарок, и взамен этого подарка обязуетесь выполнить какое-то обязательство, дорогой мой, это договор, это договор дарения, как то ли он будет устный, то ли он будет письменный. Закон определяет, что должно быть письменным, что должно быть устным, но тем не менее, если мужчина одаривает женщину дорогими подарками, та взамен этих подарков говорит, что она собирается за него выйти замуж, родить ему детей и так далее и тому подобное, это вот те обязательства, которые она брала на себя, получая дорогие подарки. И он вправе потребовать исполнения этих обязательств. Ну, а если таковые не состоялись, то, как мы с вами видим, он попросил ей вернуть дорогие подарки, видимо, она отказалась, и от этого он обратился в суд. Ведь суд обращается, когда есть спор о чем-то, когда есть согласие между двух сторон спорящих, и они приходят к какому-то заключению конкретному, то суд не нужен. Я думаю, в данной ситуации она ему отказала в возврате подарков, которые она получала. Григорий, я хочу понять. Да. Так как вы сказали, как говорит закон, если я правильно понял, человек делает кому-то подарок, тот говорит, ой, какой хороший подарок, спасибо, я тебе за этот подарок сделаю то-то. Это понятно, появилась некая форма договора, который потом может быть нарушен. Но если человек ухаживает за женщиной, вот как в этой истории, во всяком случае, то, что известно из СМИ. Молодой человек ухаживал за женщиной, делал ей подарки, и он лично считал, что дело идет к свадьбе, хотя он не делал ей предложения. Мы с вами этого не знаем. Наверное, там были все-таки какие-то знаки и какие-то условности, которые определяли именно такую направленность, о которой он говорит. Я не думаю, что это его больная фантазия придумала, что эта женщина хочет за него выйти замуж. Это были какие-то отношения, которые переросли в определенный какой-то период и стали отношениями к теме, которыми не есть на сегодняшний день. И я не думаю, что это спонтанно родившийся иск. Давайте так говорить. Мы живем с вами в суперцивилизованной стране, я не боюсь этого слова. И, как правило, люди, которые обращаются в суд, они хорошо проверяют свои права и обязанности, они идут к адвокатам, они консультируются. Я почти уверен, что в этой ситуации этот человек поступил так же. Я не думаю, что он пошел в суд, взял лист бумаги и подал заявление совершенно необдуманное, необоснованное и так далее. То есть за этим стоит открытие дела, уплата налога за открытие и, разумеется, какие-то расходы по открытию дела. Поэтому давайте говорить откровенно, не каждый человек на сегодняшний день идет в суд подавать просто так спонтанно какое-то заявление. Я вам хочу еще заметить одну вещь. Ведь законодатель пошел по такому пути, что если вы подаете против меня иск, вы должны помнить одну вещь, что вам придется за открытие дела заплатить налог, на открытие вам придется, очень может быть, вложить какие-то денежные гарантии, что это не просто какое-то домогательство или издевательство над человеком, а что это обоснованный иск, и что вы не в отвеску его подаете, а подаете его совершенно обоснованно, и что ваши права были нарушены, и вы хотите вернуть ваше честное имя в то русло, в котором он находился. Поэтому законодатель говорит, да, любой из нас может с вами обратиться в суд, но при этом он должен соблюдать какие-то условия. Условия первое. Это чистые руки и чистые доверения. То есть если вы идете в суд, вы должны понимать, что вы должны идти туда с чистыми руками. Я абсолютно говорю словами закона, и человек, который обращается в суд, понимает, что ему нужно заплатить налог на открытие дела, и наверняка судья, если увидит в этом необходимость, попросит вложить какие-то денежные средства, гарантия того, что этот иск не просто так. Чтобы закрыть эту тему, последний вопрос. То есть человек дарит кому-то что-то. Тот человек, может быть, ничего не обещает конкретно, или не думает, что он что-то обещает, принимает этот подарок, значит, он берет на себя какие-то обязательства таким образом? Или нет? Ну, в какой-то степени да. Вы правильно ставите вопрос. То есть человек, получая подарок, должен понимать, что за этим может стоять какое-то обязательство с его стороны. Давай так говорить. Когда дарят недвижимость, то это оформляется, обязано быть оформлено на бумаге, это оформляется на бумаге, и там стороны подписывают формальный договор в виде декларации, что я такой-то, такой-то, дарю такое-то имущество такому-то, такому-то, а он в свое время делает декларацию, что он согласен принять на себя этот подарок, и либо он ничего не обязуется, либо он обязуется взамен что-то. И так далее. То есть здесь это приобретает форму письменную, в которой говорится конкретика, как это было принято, как этот подарок состоялся, и в связи с чем. Может, мы близкие люди, может, у нас были какие-то взаимоотношения, может быть, моя семья была обязана сделать подарок ему, и так далее, и тому подобное. Поэтому масса вариантов, масса возможностей, совершенно неограниченные варианты, и отсюда фантазия только двух сторон. Та, которая дарит, та, которая принимает подарок. Понятно. В общем, надо быть осторожным с подарками. В любом случае, да. Да, теперь я понял. И еще одну тему я попросил бы вас прокомментировать. Она шумит, эта новость, последние дни о свадьбе в Иерусалиме, точнее, несостоявшейся свадьбе, потому что ее предотвратила полиция, между 23-летним молодым человеком и 14-летней девушкой. Полиция узнала о том, что собираются заключить такой брак. Она вмешалась, задержала несостоявшегося жениха, девочку, родителей этой девочки и так далее, и тому подобное. В общем, и все это разрослось до большого достаточно скандала. Это люди из ультраадоксальной среды, и они были немало удивлены таким вмешательством полиции, ее пристрастием в этой ситуации. Тем более, что я говорю еще раз, был задержан даже этот молодой человек. Прокомментируйте тоже, вообще с позиции закона, что здесь нарушено? Давайте говорить о том, что 14 лет – это ребенок котинной в рите, то есть человек, не являющийся самостоятельным и человеком, не имеющим права принимать самостоятельные решения. Ее родители были согласны. Ну и что? Родители забыли одну вещь, что даже, представьте себе, мужчину или мальчика, или подростка того же, вступившего в половую связь с девочкой в возрасте 14 до 16 лет, это является изнасилованием. И это по закону Израиля. Это тяжкое преступление уголовное. И отсюда пусть он скажет спасибо, что он еще не попал под уголовную ответственность, под раздачу. Он уже попал, но, слава богу, его не привлекли к уголовной ответственности. Дело в том, что закон определяет, что с 16 лет могут зарегистрировать брак в Израиле. И если согласие двух сторон, если девочка, женщина, находится в состоянии беременности, то могут пойти навстречу и зарегистрировать брак. В других случаях у нас, как и в любом нормальном государстве, с 18 лет. И что вы отправляете региозные страсти иудейские или, допустим, маслюванские или даже христианские, это никак не влияет на то, что закон обязателен для исполнения любой конфессии и любого гражданина государства Израиля. Поэтому я не удивляюсь, что полиция их задержала. И пусть они скажут спасибо, что закончилось это только задержанием и не более. Я надеюсь. Ну, пока что, во всяком случае, только задержанием. Скажите, пожалуйста, это не имеет прямого отношения к этой истории просто попутно. Вы сказали, что представительство той или иной конфессии в данном случае не играет роли, потому что закон один для всех. Но в Израиле, насколько я знаю, запрещено многоженство. Это карается законом. Тем не менее, в общинах национальных меньшинств у нас многоженство существует. Мусульманск, значит, браки, у нас даже религиозный брак не допускает многоженство. Религиозный брак у нас тоже не допускает. В рабануте вам не зарегистрировали второй брак. Совершенно верно. Это даже будет уголовным тоже наказанием, если вам это удастся сделать. А вы не забывайте, что регистрация брака у нас в религиозную сферу. То есть суды, рабанутские суды занимаются регистрацией брака и бракоразводными процессами. Когда есть что-то о евреях. И то же самое мусульмане, у них свои суды, у них свои регистрации. Кроме того, что есть гражданское, есть Министерство внутренних дел, где записывается регистрация брака на основании тех религиозных процедур, которые приняты в той или иной конфессии. И это мусульманское вероисповедание допускает. Не все мусульмане согласны с этим, не все женщины готовы разделить своего мужа еще с какой-нибудь женщиной. Поэтому это очень индивидуально, но у них допускается многоженство. Понятно. Григорий, спасибо, что нашли для нас время и за ваш комментарий. Всего вам доброго. И вам также всего наилучшего. На этом все. Напомню, что с нами на связи был израильский адвокат Григорий Курзинер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...